Почему российское общество массово не выступает против войны в Украине? Как это изменить? Тему отношения россиян к войне против Украины мы продолжим с политическим обозревателем, общественным деятелем, сооснователем проекта Диссернет и руководителем фонда «Последний адрес» Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, вот сейчас мы посмотрели сюжет о том, как жены послушно собирают деньги на экипировку для своих мужей. И при этом абсолютно не задаются вопросом, зачем они воюют, почему государство их отправляет на эту войну. Почему так происходит, почему они так безропотно себя ведут? Ну, на вопрос о том, почему российское общество массово не протестует против войны, есть, как обычно, несколько разных ответов. Покороче, подлиннее. Короткий ответ такой, потому что российское общество бьют 20 лет. Если вы думаете, что вдруг что-то произошло в последнюю секунду, вдруг бац, что-то там, произошел какой-то раздражительный, а на него почему-то нет ответа. То есть совершенно, конечно, выглядит не так. Российский тоталитаризм созревал 20 лет, он созревал постепенно. Он, так сказать, обустраивался. Он приучался обращаться со своим населением. Население приучалось жить под давлением. Формировалось постепенно законодательство, формировались всякие силовые органы, спецслужбы, разнообразные карательные инструменты в руках государства и так далее. Государство училось этим управлять, этим пользоваться. Постепенно сатанело, зверело. Постепенно теряло как-то всякое представление о мире, о совести, о чем бы то ни было еще. Ну и вот результат. У нас в России зрелый тоталитаризм, который умеет наказывать всякого, вылавливать и наказывать всякого, кто попытается продемонстрировать хотя бы тень сопротивления. Это относительно короткий еще ответ. А более длинный заключается в том, что это защитная реакция, конечно, людей. Люди на протяжении долгого времени жили, старались жить таким образом, чтобы просто не знать о том, что происходит. Они таким образом отгораживались от событий, они таким образом создавали для себя некоторый защитный, так сказать, кокон, некоторый иммунитет, и ни в коем случае не хотели признаться самим себе прежде всего, что они этого соучастники. Нет, я не участвую в этом убийстве, нет, это не моя война, нет, я ни на кого не нападал, нет, я ни в чем не виноват. Это они там, это у них там, это меня не касается, это я этим не интересуюсь, я существую совершенно отдельно от этого. И вдруг вот из этого состояния как бы непринятия, непризнания действительности, изоляции людей от действительности, которая защищала их, которая создавала для них более удобную, более щадящую жизненную ситуацию, вдруг они оказались перед лицом реальной прямой опасности. И в этой опасности выясняется, что страх перед властью перевешивает страх перед смертью, грубо говоря, потому что в смерть они не верят, они так привыкли не верить в то, что эта война настоящая, в то, что это война, на которой действительно убивают, в том, что это война, на которой не какие-то, так сказать, пластмассовые персонажи в телевизоре сражаются, а живые люди, состоящие из мяса и костей. Они как-то не вжились в это. Им кажется, что это все игрушечное. О неприятности от военкомата, от полиции, от начальства, от людей, которые за ними надзирают. Они вот они, они настоящие, они их видели много раз. Это здесь вот, вблизи. Война где-то далеко, ее не видно, не слышно, непонятно, она не издает запах и не чувствуется пока. Пока мешок с этим горелым мясом не пришел, им не пахнет от этой войны. А от мента уже пахнет. И вот сейчас то, что сделал Путин с массовой мобилизацией, война вообще-то приходит в каждый дом к каждой женщине. Сейчас она собирает вещи своему мужу. А что произойдет, если этого мужа убьют? Что произойдет, если его ранят? Изменится ли тогда отношение общества? Будут ли они бояться этой войны? Ну, я все-таки надеюсь, что это люди живые. Да, вот я смотрю на них и думаю, ну, так выглядят, как живые. Выглядят, как настоящие. Если они действительно настоящие, если мне не кажется, то тогда на следующем шагу, на следующем этапе, на следующем обороте как-то этой ситуации, когда речь идет не о том, чтобы отправить настоящего человека на далекую игрушечную войну, реальность которой, в общем, не ясна. И людей многие, сначала многие годы, а в последнее время многие недели объясняли им, что это не настоящая война. Это такая воображаемая. Вообще там все не так ясно, и там есть другие версии как-то, и другие мнения по этому поводу. Вы не думайте, это все в действительности совсем не так, как на самом деле. Вот. Так вот, когда вдруг это обернется как-то настоящей гибелью, когда вдруг выйдет, что человек погиб по-настоящему как-то на этой вот игрушечной далекой войне, должны отреагировать, думаю я, сегодня. Ну, как-то вот все мое знание людей свидетельствует о том, что отреагировать должны. Но на этой войне происходило столько всякого удивительного, что я уже, знаете, ни в чем не уверен. Ну, вот Россию в последнее время были вынуждены покинуть десятки, сотни гражданских активистов. Мы вот сейчас говорим о том, что... Я думаю, что тысячи. Да. Мы говорим о том, что общество, об ответственности общества, почему общество не реагирует. Но все-таки общество кто-то должен организовать. На ваш взгляд, что должны сделать гражданские лидеры, чтобы это общество каким-то образом организовать и заблокировать путинскую военную машину? А где они, эти гражданские лидеры? Их нет. Они либо сидят по тюрьмам, либо изданные из страны. Опять, это вот мы возвращаемся к началу нашего разговора. Это же не вчера началось. Была проделана долгая подготовительная работа. Путин не бросился в эту войну в ту секунду, когда пришел снова, как бы вернулся к власти в 2012 году. И не бросился в эту войну даже в ту секунду, когда в юридическом смысле руки его оказались полностью развязаны после поправок Конституции, принятых летом 2020 года. В этот момент он этого не начал. Он сначала, он и его спецслужбы продолжали уничтожать людей, последовательно людей, медиа, системы связей, системы какой-то социальной адаптации людей и так далее. Последовательно уничтожать институты, что называется, гражданское общество и демократическое общество в России ровно для того, чтобы в решительный момент от этого всего не осталось. Чтобы, например, не осталось решительное и окончательное, никакого суда. Это вообще важная вещь. Когда люди, которые считают, что с ними обошлись неправильно, чтобы у них был какой-то арбитр, чтобы они могли пойти куда-то и сказать, со мной поступили несправедливо, разберитесь, пожалуйста. Вот давайте мы будем спорить с военкоматом, с властью, с местной, с федеральной, с такой, сякой. Я буду отстаивать свою точку зрения, они свою точку зрения, а вы суд решите. Нет этого места, этого института не существует. На этом месте сидит человек, который при появлении такого рода жалобщика говорит, вам отказано окончательно. В первую же секунду. Получается, у нас очень такой грустный разговор, который заходит в тупик. Ну а что же в этом веселого? Ну, тоталитарные войны, они не ведутся, так сказать, в счастливых, справедливых странах. Они ведутся на руинах страны. От России остались руины. Вот на руинах дымящихся происходит вот эта война. Ну, тогда мы должны прийти к такому же выводу, к которому пришел Збигнев Бжезинский в своей книге 50-х годов. Демократия и тоталитаризм. О том, что тоталитаризм может быть свергнут только военным поражением. Ну, как бы потом история Советского Союза доказала, что это немножко не так. Быть может, все-таки что-то можно с этим? Ну, может быть, не военным поражением, но поражением. Совершенно очевидно, что уговорить этих людей невозможно. Тех, кто управляет сегодня Россией, они используют любые совершенно звериные методы. Вот на наших глазах, например, происходит мобилизация уголовников, массовая мобилизация уголовников в армию. И у этого процесса ведь есть несколько сторон. С одной стороны, как-то вообще в целом сам факт, что вот уголовники отправляются в армию, а что они там в этой армии будут делать, а что с ними будет потом, когда они, предположим, вернутся из этой армии, как это все будет выглядеть. Но у этого есть, например, другая сторона дела, а она заключается в том, что это полностью разрушает систему уголовного наказания в стране. Как-то любой убийца или любой потенциальный убийца, потенциальный насильник, грабитель, разбойник, кто угодно, сегодня имеет эту перспективу. Он думает, может, ну вот убью. И что? Да ничего страшного как-то. Завербуюсь, пойду на фронт, а там посмотрим. Может, выживу, может, перейду через линию фронта, сдамся украинцам, а может, как-нибудь дезертирую, а может, где-нибудь спрячусь. В общем, много разных вариантов появилось. Но среди этих вариантов нет самого естественного варианта. Вот я убью, меня будут судить, и я закончу свои дни в тюрьме. Этого варианта больше нет, не существует. Он этим самым государством разрушен. Созданы много других интересных альтернатив для этого. Вот вам один пример того, как в сущности это происходит. Это и есть разрушение государства. А то, что мы видим здесь, когда государство объявляет мобилизацию, призывает людей, а потом выясняется, что в этой ситуации оно не испытывает совершенно, не чувствует за собой никаких обязательств, чтобы этих людей хотя бы, я не знаю, одеть, накормить, отвезти, обучить и так далее. Это все как-то не наша задача. С одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что чем эти люди будут голоднее, чем им будет холоднее, чем они будут плохо обучены, тем хуже они будут воевать. Очень хорошо. Очень хорошо. Пусть они не воюют хорошо там в Украине, пусть они там плохо воюют. Но, с другой стороны, как там, то, что мы наблюдаем, все-таки надо понимать, что это такое мы видим. Мы видим крах этого государства, гангрену, который распространяется в нем все шире. И вы также говорили о том, что сталинизм, то есть идея, которая не была наказана в советские времена, в постсоветские времена, сейчас используется российской властью для того, чтобы подготовить население к войне. Вот эта вот идея империи, тоталитаризма, железной руки, гулага, она исчезнет, если это государство потерпит поражение на войне в Украине? Ну, кто же его знает, исчезнет ли она? Вопрос же заключается в том, чтобы как бы прожить эту тему, чтобы освоить, осмыслить эту тему. Да, действительно, то, что происходит сегодня, в значительной мере является результатом того, что вот этот исторический опыт массовых репрессий, за которым в действительности есть одно очень важное явление – это исторический опыт презрения к человеческой жизни. Это многие десятилетия, когда выяснялось, что есть вещи гораздо важнее человеческой жизни. Есть государство, его интересы, множество его каких-то забот, множество его целей, множество его амбиций. А еще есть какая-то плевая, никому не интересная вещь под названием человеческая жизнь. И так из десятилетия в десятилетие. Вот от того, что это так и не было понято огромным количеством людей, так и не было прожито, так и не было как-то прочувствовано, ровно поэтому это так легко проходит второй раз. По-прежнему вот все то, что мы наблюдаем, в принципе, можно описать одним единственным способом. Это что вот это мы видим? А это мы видим, как государство презирает человеческую жизнь в разных формах. Поэтому оно позволяет себе призывать и оставлять людей голодными, раздетыми, безоруженными, необученными и никак не защищенными перед лицом предстоящей им гибели. Поэтому оно позволяет себе людей обманывать. Поэтому оно позволяет себе не, так сказать, спросив у этих людей и обманув этих людей, сделав вид, что это не настоящая война, тем не менее вести настоящую кровавую войну, на которой по-настоящему гибнут тысячи и десятки тысяч людей. Вот это все одна единственная общая вещь. Это называется нам наплевать на человеческую жизнь. Она ничего не стоит. Сергей Борисович, большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Борисович Пархоменко, публицист, общественный деятель. И с ним мы говорили о том, что привело к войне в Украине, какие изменения в российском обществе и государстве, и каким образом это государство может закончить.